Доброе утро! Если честно, я человек глубоко неверующий, и в демонов верю не очень. Но я верю в так называемых даймонов, которые живут в нашей голове. Некоторые люди называют их тараканами. Это тоже правильно. И когда этих даймонов, тараканов в голове много, это плохо. Хотите, я расскажу, как они образуются? Смотрите, вот маленький ребенок что-то делает неправильно, и мама его за это ругает. Это неприятно, и ребенку это не нравится. Чтобы защитить себя от неприятных эмоций, голова ребенка создает себе даймона, такую внутреннюю картинку ругающейся мамы. Эта картинка возникает в его голове каждый раз до того, как он что-то сделал неправильно, и не дает ему это сделать, таким образом защищая ребенка от реальной маминой ругани. Хорошо ли это? Это хорошо. Но здесь проблема. Время идет, ребенок вырастает, он блестяще заканчивает школу, институт, работает, заводит семью, обеспечивает ее, и рано или поздно наступает время, когда уже можно расслабиться, отдохнуть, ничего не делать, полежать и пожить в свое удовольствие. Но человек этого не может. Стоит ему лечь на диван в воскресенье, как внутренний голос говорит ему, «Почему ты лежишь? Почему ты ничего не делаешь? Как тебе не стыдно? Ты же можешь сейчас заняться чем-то полезным. Но я не хочу, говорит человек, ты плохой!» – говорит ему даймон. И человек встает и начинает что-то делать не потому, что это нужно ему, а потому, что так требует его даймон. Таким образом, наши даймоны, которые когда-то защищали нас, превращаются в наших тараканов, в наших врагов, которые не дают нам жить спокойно. И я бы вам советовал их серьезно погонять.